Появляются все новые подробности страшной аварии во Владимирской области, где сегодня рано утром столкнулись автобусы, поисследовавшие из Петербурга в Нижний Новгород. По предварительным данным водитель выехал на запрещающий сигнал светофора. Автобус заглох прямо на путях. Спастись удалось тем, кто выскочил на улицу, толкать застрявшую машину. По последним днам 16 человек погибли на месте, среди них ребенок. За жизни раненых, в том числе двоих малышей, сейчас борются медики. Один из главных вопросов, почему из салона сразу, экстренно, не вывели всех людей? С места событий репортаж Георгий Алисашвили. Все случилось глубокой ночью. Битком набитый карус, в нем было почти 60 пассажиров, выехал на железнодорожный переезд и остановился. Судя по всему, заглох. В это время на него на полном ходу несся скоростной экспресс. Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Машинист успел применить экстренное торможение, но, очевидно, времени на то, чтобы остановить состав полностью, у него просто не было. В момент удара машину разорвало буквально пополам. Переднюю половину автобуса локомотив протащил на 200 метров. Все произошло за считанные секунды. Локомотив едва устоял на путях. В поезде никто не пострадал, а пассажиров автобуса выбросило из разорванной на двое машины ударная волна. Заднюю часть автобуса уже успели убрать с путей. Мы видим, что ее тоже отбросило при столкновении примерно на 20 метров от переезда. По обе стороны от железнодорожного полотна лежат тела погибших и разбросаны личные вещи пассажиров. Транспортное средство было зарегистрировано в Казахстане. Водителей их было двое, по имеющимся данным, граждане этой страны. Про пассажиров сообщалось, что это представители Узбекистана. Сейчас следственные органы опрашивают выживших в этом страшном ДТП. С пострадавшими работают врачи и психологи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Пятерым обратившимся в центральную районную больницу Петушинского района оказана необходимая помощь. Один остался на госпитализации здесь, в больнице. Один пострадавший отправен в областную больницу города Владимира. И двое пострадавших детей также отправлены в город Владимир. Одному оказана медицинская помощь и он отпущен из больницы. Судя по первым показаниям очевидцев, водитель автобуса пытался объехать пробку на трассе через переезду станции Покров. Видимо, спешил. Проехал на красный, не увидев поезда. Важная деталь. Переезд оборудован шлагбаумом и заградительными барьерами. Но они срабатывают с небольшой задержкой после того, как на светофоре загорается красный. Получается, водитель автобуса успел проскочить. Сначала загорается красный сигнал. Потом через определенный момент времени поднимается заградительный сигнал и опускаются шлагбаумы. Это для того, чтобы кто-то мог уже был и переехать. Это все технически вот так обеспечивается. Но на самом светофоре машина внезапно остановилась. По словам выжившего сменного водителя, автобус не смогли завести из-за неисправного аккумулятора. Некоторые пассажиры выскочили на пути и стали пытаться вытолкать тяжелую машину с переезда. На тщетные попытки ушли три последние минуты до столкновения. Автобус заглох на переезде. Некоторое количество пассажиров вышли, пытались его сдвинуть. Но судя по конструкции автобуса, мы не исключаем, что когда двигатель глохнет, тормозная система разблокируется, и его фактически невозможно сдвинуть с места. Поэтому эта попытка не увенчалась успехом. И эти именно люди смогли избежать гибели, потому что успели убежать с железнодорожного переезда. Пассажиры поезда всю оставшуюся ночь и утро провели в вагонах. Около часа назад, после замены локомотива, состав продолжил свой путь к месту назначения. Работы на месте трагического ДТП продолжаются. Георгий Алисашвили, Дмитрий Киеновский, Дмитрий Кучерявец, Дмитрий Синицын, Первый канал, Владимирская область. И в связи с аварией Владимирской области МЧС открыла горячую линию. Номера телефонов на ваших экранах. По ним можно получить информацию.